Джек и бобовое дерево Давным-давно жила одна женщина, и был у неё единственный сын – Джек. Они были довольно бедны, и в один прекрасный день женщина обнаружила, что у неё совсем не осталось денег на еду. Всё, что у них было, – это старая корова, поэтому женщина послала Джека продать её на рынке. «Убедись, что ты получишь за неё хорошую цену», – сказала она Джеку. На пути к рынку Джек встретил странного маленького человека. «Куда ты идёшь с этой коровой?» – спросил человек. «На рынок», – ответил Джек. «Я куплю её», – сказал человек. «Я дам тебе за эту корову пять волшебных бобов». Джек никогда раньше не видел волшебные бобы, поэтому он быстро согласился в надежде, что эти волшебные бобы сделают их жизнь лучшее. Джек побежал домой, чтобы рассказать матери о замечательной сделке, что он совершил, но его матери это совсем не понравилось. «Бобы!» – воскликнула она. «Как бобы могут прокормить нас?» «Это волшебные бобы, мама», – сказал Джек. «Волшебные бобы!» «Ах ты, глупый мальчик!» – вздохнула мать и выбросила бобы за окно. Когда на следующее утро Джек проснулся, он увидел огромный бобовый стебель, растущий до самого неба. Не размышляя, он стал карабкаться вверх по стеблю, а мать осталась внизу и изумлённо смотрела на него. После того, как он прошёл сквозь белые облака, Джек очутился в другой стране. Он увидел гигантский замок и решил позвонить в звонок. Гигантская женщина вышла из ворот. «Как ты попал сюда, мальчик?» – спросила она. «Входи, пока не вернулся мой муж». Она провела Джека на кухню. Стол и стул были похожи на горы по сравнению с ним. «Позавтракай, ты должно быть голоден», – сказала женщина. Джек съел полную тарелку еды. Вдруг послышались громкие шаги. «Это мой муж», – сказала женщина. «Ты должен спрятаться, иначе он съест тебя». Джек быстро спрятался в печи. «Фу-фу-фи-фэ-фанина! Я чую запах крови англичанина!» – вскричал гигант, войдя в кухню. «Это тебе только кажется», – сказала его жена. «Здесь нет англичанина. Твой завтрак на столе». Гигант сел есть свой огромный завтрак, а затем попросил принести ему его золотую курицу. Из своего укрытия Джек видел, что курица несла яйцо из чистого золота каждый раз, когда гигант просил ее об этом. Вскоре гигант заснул. Джек выскочил из своего укрытия, схватил курицу, и пока гигант не проснулся, быстро спустился вниз по бобовому стеблю. Мать Джека очень обрадовалась его возвращению, и они зажили хорошо, продавая золотые яйца. Но бобовый стебель был все еще на месте, вводя Джека в искушение. Однажды Джек снова поднялся по бобовому стеблю, пробрался внутрь замка и спрятался в шкафу. «Фу-фу-фи-фе-фанина! Я чую запах крови англичанина!» вскричал гигант, пытаясь отыскать Джека, но он не смог найти его и пошел обедать. Пообедав, гигант принес свою волшебную арфу. Арфа запела сама по себе небывало красивую музыку, пока гигант не задремал. Как только гигант крепко заснул, Джек выскочил из ящика и схватил арфу, потому что он никогда раньше не видел такой красивой вещи. «Хозяин! Хозяин!» — закричала арфа. «Помогите мне!» Гигант проснулся и пустился в погоню за Джеком. Оба они начали спускаться вниз по бобовому стеблю, но Джек был легче и быстрее, чем гигант, и достиг земли раньше. «Дайте мне топор, мама!» — крикнул Джек. Мать быстро протянула ему топор, и Джек стал рубить бобовый стебель. И вот стебель начал падать, и это был конец гиганта. Это также был конец и приключением Джека. Он счастливо жил со своей матерью, а также и с курицей, несущей золотые яйца, и с арфой, которая пела прекрасные песни. Конец Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok